Добрый день! Мы сегодня продолжаем наше сочинение книги «Монитур. Тайны и греи». И в прошлый раз остановились в некотором разделе, который называется «Посимологический антропоцентрический подход». Ну, из формировки понятно, что более-менее о чем пойдет речь. И в конечном итоге это развитие тех идей, которые мы видели раньше, которые отражены и объясняются равным «Монитур» в первой главе Береши, в первой главе Тары, которая показывает нам разницу между естественным человеком и человеком моральным, человеком, которого Бог создал своими руками. И различие между ними происходит по наличию у человека морали. Сейчас пойдет речь об идеях, которые заложены в двух подходах, о том, как человек воспринимает мир. Почему или каким образом видит мир философ и обобщенный, говоря, философ. Мы уже как-то говорили о том, что философ для Мониту – это некоторое понятие человека, который судит о мире исключительно из собственного представления, из собственного видения. И как представляет себе мир религиозный человек. В чем различие и какие следствия из этого. Мы сейчас увидим это в тексте. В человеческой мысли существует два противоположных подхода к взаимоотношениям человека и природы. Космологический и антропоцентрический. На самом деле это, в общем, пока тут совершенно нет речи о религии. Теоретически вполне возможно, что религиозный человек придерживается первого подхода, не антропоцентрический. Он вполне может, так сказать, в своей вере, или что она у него существует параллельно его взгляду на мир, или она как-то увязывается тем и другим способом с его религиозным представлением. Но они, в принципе, различны. И вот на этом именно различии, не на религиозность, не на веру во Всевышнего, на этом вот различии рабовский кенази хочет заострить внимание. Космологический подход утверждает, что Вселенная – это главная суть бытия. А человек – лишь незначительная деталь, по своей ценности равная всем другим существам. Действительно, и старые – это не очень так вот легко сделать, такой вывод. Но если мы просто смотрим на мир, действительно, в нем нет никаких следов того, что человек является чем-то особенным. Действительно, он более развитое существо, у него есть разум, он может оценить все, что существует. Но когда мы видим перед собой Вселенную, особенно с развитием науки, мы представляем себе, что есть бесчисленное количество галактик, миров, планет, Солнцем. По сравнению с этим, что такое человек? Некоторая случайность в развитии всего этого огромного мира. Согласно этому представлению, космос – ничто иное, как детерминистская природная система с постоянными, вне личностными и неизменными законами. А среди различных природных существ также наличит свой более сложное существо, называемый человек. То есть существенно здесь, и мы об этом, кстати, говорили, что мир на самом деле предстает перед нами как мир, в котором действуют постоянные законы. Это очень важно нам, кстати, для того, чтобы мы могли осуществить свою свободу выбора, знали последствия наших действий. Иначе мы ничего не можем сделать, когда не знаем, как никаких законов в мире нет вообще, так сказать, физически. Но, с другой стороны, если в мире действуют только физические законы, то есть мир детерминирован, определенное действие всегда, за ним следует определенное следствие. И то, что мы видим перед собой, это только законы природы, которые мы можем исследовать на всех уровнях, на уровне макро, на уровне микро, как себя ведут волны, как себя ведут частицы. И человек в конечном итоге, он создан из тех же самых материалов, как и весь остальной мир. Может быть, чуть-чуть эти материалы более сложно устроены. Но они ведут себя, по идее, должны вестись так же, как и вся остальная природа. И значит, вообще тут нет места свободы воли, нет места чему-то, какому-то выбору или какой-то морали. Все происходит на уровне, когда-то представляли себе, что человек большой, как большие часы. Там много шестеренок каких-то крутится, нажимаешь на определенную кнопку, какие-то воздействия происходят со стороны мира на него, и получается определенный результат. Точно так же, как мы бросаем камень, он упадет в определенном месте в соответствии с действием законов Ньютона. Так же человек, на самом деле, как бы на него было много, или есть много воздействий, он поступает в соответствии с этим воздействием. На самом деле, когда мы об этом думаем, я не знаю, какая реакция у вас, душа его как-то не принимает. Потому что даже самые отъявленные атеисты, очень многие, они считают, что человек ответственный за свои дела. Кто ответственный, если он ни в чем, некого винить? Он часть природы, так он действует, как река течет, как гром гремит. Мы не можем природу обвинять, в чем бы то ни было. У него как бы нет свободы воли, так же вообще это не должно быть. На самом деле, это довольно скользкая такая почва. Если ты, и мы встретимся с этим в дальнейшем, тут возникают некоторые противоречия в душе человека, должно бы возникать, который верит в детерминированность природы. Это понимание естественного человека лежит в основе чувственной и материальной культуры, которая считает человека просто высокоразвитым животным. Евреи, не потерявшие своего самоопределения. Самопределение в русском языке, я думаю, что здесь сгуд, слово, которое плохо переводится, как идентификация, а русском языке оно звучит как-то не очень. Может быть, это мне так кажется. Но, тем не менее, это вот самоидентификация, самоопределение, оно очень существенное человека. Кто я и что я. Он не может поверить в то, что вот такой человек, у которого оно есть и очень твердое, он не может поверить и признать, что он просто большая такая действующая машина. Не может принять такое представление. Он даже чувствует обиду, когда без его согласия и созволения относят к животным. Что скажете? Ну, есть такое, да, что, ну, можно сказать, что, допустим, Вселенная, она больше человека по размеру, как минимум. И вот люди, которые так смотрят, да, они, мне кажется, тоже, ну, у них есть какие-то свои основания и свое какое-то духовное удовольствие ощущать себя вот этим самым винтиком, да, растворяясь вот в этой огромной Вселенной. По сути, то и другое как бы недоказуемо, да. Либо есть какая-то вот эта внутренняя интуиция, которая говорит, нет, так не может быть, да, человек должен быть в центре, да. Либо интуиция говорит совершенно обратное. Так что тут дело как... Да, но я согласна с тобой, что очень большое место тут должна занимать интуиция, что она говорит человеку. Но с точки зрения логики, на самом деле, без какого-то дополнительного знания, только при взгляде на мир, мы не можем сделать вывод, что мы больше, что это больше, чем разумное животное, высокоразвитие животное, которое подчиняется своим инстинктам, своей природе. Просто очень-очень-очень сложный механизм. Но, тем не менее, механизм. Кто-нибудь видел совесть? Мы называем, создаем какие-то абстрактные понятия, мы их применяем человеку, но никакого материального доказательства тому, что существует мораль или совесть у нас как бы нет. Никто не выделил такого экстракта. Поэтому с точки зрения, вообще говоря, чистой логики, чисто того, что рано называть философией, нет места вообще тому, чтобы считать человека чем-то больше. Вот это толстый космологический подход. Напротив того, Тара представляет антопоцентрический подход, ставящий в центр человека. Хотя естественный подход расценивает представление Тары, как тщеславие. Ну, понятно, да. Понятно, что тщеславие. Ты себя поставил в центр. Столько вот на самом деле существует миров, галактик и все такое, а ты считаешь, что все это вот огромный мир, весь он создан только ради тебя. Да, это как-то совершенно... Ну да, понятно, что можно оценить как тщеславие. Иногда кажется, что это, в общем, нелогично создавать такой огромный мир только для того, чтобы поставить в центр какого-то муравья, какого-то крошечного человечка. Это на самом деле, с точки зрения бесконечности, это уже мое добавление лично. С точки зрения бесконечности разницы вообще нет. Какой бы огромной Вселенной ни была, с точки зрения бесконечности, она, так сказать, не сильно... С точки зрения бесконечности нет разницы между маленьким и большим. Все это где-то меньше бесконечности. Такое меняющее. На самом деле какая разница. Но это впечатляет. Мир впечатляет. И... Я слышу интересную идею Натана Котлера. Он как раз говорил о том, что в древности... Почему вообще изменилось? Он искал логику, смысл в том, что в процессе истории изменилось представление о соотношении человека и мира. Например, в древние века человек стоял в центре... Земля была в центре мира, вокруг нее вращали солнце и какие-то светила. В общем, структура была понятна, чтобы мы смогли осознать свою важность в этом мире. Именно так древний человек должен был видеть мир, чтобы осознать вот эту вот антропоцентрическую идею. А сегодня с продвижением науки мы как бы вышли на какой-то другой уровень. Мы... У нас есть некоторые испытания такое, что мы должны продолжать осознавать эту идею, несмотря на то, что как бы мы находимся в некотором положении затерянных среди множества галактик, вовсе не в центре мира. Тем не менее, наверное, мы уже на таком уровне, что можем это понять и кроме этого добавить нам некоторые скромности. Но это то, что он довольно длинный урок был. Это я пытаюсь его предсказать в двух словах. однако Тару прежде всего занимает вопрос для какой цели творец сотворённый. На самом деле без того, чтобы поставить человека в центре, этот вопрос задать нельзя, потому что иначе весь мир... Допустим, мы даже согласны, что мир сотворён. Пускай. Но тем не менее, поскольку он весь... вся эта природа, она считается при таком подходе детерминисткой, детерминированной, и человеку как бы никакой цели и у мира в общем никакой цели особой нет. В том случае, если у него нет свободы выбора, если всё делается автоматически. Но даже если из часов какой-то, в длина часов выпрыгивает кукушка и говорит ку-ку-ку-ку-ку-ку. И всё. А ещё через какое-то время она опять выпадет. И в общем-то никакой другой механизм работает. Всё на месте. Но никакой другой цели как бы тут не наблюдается. Но для того, чтобы действительно подвести нас к такой идее, что у мира есть цель, необходимо представлять себе, что человек находится в центре. чтобы сотворить мир как главную сущность, а в него поместить человека наряду с другими творениями. Или чтобы сотворить человека, являющегося целью и назначением творения, ради существования человека сотворить для него мир, во время как западные концепции частично основаны на представлении о том, что целью мира является сам мир. Согласно авторе, мир – это нечто иное, нечто иное, как ничто иное, как дом человека. Эти два подхода противоположны и противоречат друг другу, однако они остаются таковыми только на теоретика академическом уровне. То есть главное на самом деле не только как я вижу, как я представляю, какая у меня есть теория и идеология. Это очень влияет, у него есть практические применения. Их влияние на нашу жизнь и наши поступки огромны. Механическая космологическая концепция мира в конечном итоге приводит к отчаянию. Ведь если мы, и это только статистический случай, то жизнь действительно лишена всякого смысла. Очень красиво там всякие теории описывают, каким образом возникла жизнь, каким образом возник разум, человек. Это возможно с помощью эволюции. определенные процессы происходили, естественный отбор такой. Но у этого естественного отбора нет никакого смысла. Причем, учитывая то, что жизнь на Земле, она как такие динозавры, которые исчезли, появились и исчезли, она появлялась, исчезала таким образом несколько раз. Было несколько таких исчезновений в процессе эволюции. Точно так же завтра может мы исчезнем. Какой во всем этом смысл? То есть цели просто так при взгляде, при анализе вот таком нашего существования жизни, она не просматривается. Вместе с тем важно хорошо понять оба подхода, чтобы увидеть, насколько они противоречат друг другу. Космологический подход породил материализм. То есть это не то, что материализм породил космологический подход. Вовсе нет. То, как я раньше сказал, можно быть и в общем-то теоретически, можно быть и религиозным человеком и верить в то, что мир функционирует как большой автомат. Но тем не менее, в конечном итоге он приводит к материалистическому мировоззрению, потому что если он большой автомат, то тут нет места ни Богу, ни личному общению с Творцом, ничему такого. Напротив, антропоцентрический подход утверждает, что Бог создал человека лично, через непосредственное вмешательство и поместил его в мир природы, который уже существовал. Согласно этому подходу человек не является потомком обезьяны. Помог обезьяны это в кавычках, потому что теоретически, я думаю, человек и мог бы быть потомком обезьяны, это ничему не мешает. Если Бог мог создать человек своими руками, он мог своими руками создать его из-за обезьяны. Собственно, неважно в процессе эволюции или в процессе каким образом конкретно механически Бог человека создавал. Как говорил один рав, который слушал, рав, чтобы он не оставался обезьян. Что он сделал из этого материала? Что он сделал из того материала Бога, когда он создавал человека? Когда он вдохнул на него дыхание? Есть замечания? Вопросы? Есть что сказать? Я еще прошла кусочек, а потом кто-нибудь друг. Еврейская интуиция способна восприять мысль о том, что целью творения является человек, и что творец, создавший Адама, он сотворил для него мир. Когда гости приглашают на трапезу, хозяин готовит все необходимое до его прибытия, это такой сметраж, сейчас его не будем приводить, кому интересно надо. Однако в конечном итоге цель это гость, а не трапеза. То есть трапеза в данном случае это весь мир, в котором человек живет, в котором он действует. Это образ такой, медраж приводит, чтобы показать, почему человек был создан последний. Мир сначала создан, а в него уже входит человек, поскольку мир создан для него. Когда трапеза готова, гость приглашается с того. с космологической точки зрения нет возможности надежды, поскольку все находится в руках случая или судьбы. Это то, что я говорила немножко раньше. Действительно, завтра полетит какая-то комета, вся жизнь исчезнет на Земле. До свидания. И не существует ничего имеющего смысла цель. Тоже об этом он говорил. Концепция Таре олицетворяет надежды. Верую в то, что за сокрытие мира находится творец, который создал его с определенной целью. И что человеческая история представляет собой тонкую и сложную линию особых и удивительных деталей, каждая из которых играет уникальную роль в замысле творения. И в то, что все вместе они двигаются и продвигают все творение к тому самому совершенству, ради которого и для которого оно было создавлено. То есть мы тут видим две как бы предсвеличивающие идеи, да, с одной стороны творятся сокрыты, и мир представляется нам как действующим исключительно по законам природы и не имеющим какой-то определенной цели. все случайно происходит, процессы происходят как они происходят. А с другой стороны, верующий человек он видит во всем происходящем руку творца, которая на самом деле непонятно, каким образом она направляет мир. и вот эта человеческая история, которая продвигается в нужном запланированном творцом направлении, мы в это можем верить, но увидеть это в нашем мире, который подчиняется законам природы, довольно трудно. Да, есть тут некоторая напряженность. Андрей, что скажешь? Получается, у нас есть два вот этих взгляда на мир и два человека, человек природный, человек моральный, и каждый из них живет как бы в своем мире, и каждый представляет свой взгляд, и точно так же и в одном человеке, может в какое-то время человек природный возобладать, реагировать на раздражитель и забывать о том, что все происходит в диалоге с Творцом и ведет к единой цели, а порой опять же возникает вот этот человек моральный, получается у нас как бы два мира и в центре каждого мира по одному человеку, и они и в нашей реальности тоже, каждый человек ходит со своим миром. Да, это очень интересно, хотя он не совсем об этом говорит, но идея сама по себе довольно сложная. Действительно, поскольку мы видим тут два взгляда на мир, которые, в общем, каждый человек их видит, с одной стороны мы видим природный мир с его законами, а с другой стороны мы ощущаем что-то другое, что в мире есть нарратив, в мире есть божественный план, в мире есть божественная воля, есть какое-то продвижение, есть какой-то смысл, есть цель. Это внутреннее ощущение, которое приводит человека к тому, что он верит в Творца и верит в то, что мир он сотворен для подводницы. В принципе, два этих взгляда, они уживаются в одном человеке. Ты говоришь, что, может быть, иногда он смотрит так и ведет себя в соответствии с этими правилами, а иногда он видит мир по-другому, ведет себя в соответствии с этими правилами, с диалогом с Творцом. Весьма возможность, что так оно и есть. Но иногда мы видим одновременно два мира. И это тоже вопрос, как они совмещаются внутри меня. Я признаю, что мир, с одной стороны, выглядит как мир природный, в котором все случайно, а с другой стороны, одновременно я знаю, что этот мир управляется. Получается, мы по-прежнему в этом саду, где есть змей, природный человек с вот этой детерминистской космологической вселенной. Есть человек, человек моральный, который со своей антропоцентрической вселенной. И они борются. Может быть. Ну, давай прочти тогда дальше. между естественным детерминизмом и свободой выбора нет противоречия. Это подтверждается тем, что евреи, знакомые с концепцией откровения, знают, что за естественным детерминизмом существует творец, и он находится вне материальной реальности. Это знание основано на том факте, что содержание библейского послания было открыто и передано ему непосредственно через пророчество. Тора говорит что-то только тому, кто способен ее услышать, тому, кто достиг границы естественного и человеческого мышления. Понятие откровения указывает на нечто, что было скрыто, а потом проявилось. Если бы человек был способен сам понять это, ему не нужно было бы это открывать. Тора раскрывает и передает нам только то, чего мы не можем понять и узнать сами. Мы не можем понять идею Творца, который создал человека с определенной целью и дал ему свободный выбор, осуществлять эту цель или нет. Поэтому вопрос «свободен ли я?» сужается. Вопрос, который нужно поставить в основу обсуждения «Как я должен пользоваться своей свободой?» Однако есть люди даже обладающие верой, которые не могут сбросить такого вопроса «свободен ли я?» И поэтому никогда не могут освободиться для того, чтобы использовать свою свободу. Тут уже новое вводное, да? То есть, человек получает откровение и дальше он получает свободу, да? И опять же вопрос, да, получает он ее или нет, получив откровение? на самом деле, возможно, я не знаю, это не манитул, но из общих соображений можно было подумать, что поскольку он тут пишет, что сам человек не может открыть эту истину, откровение необходимо, можно было подумать, почему Всевышний постоянно не сообщает людям, не приходит к ним, не дает им откровения? Почему это, так сказать, случилось, случается не так часто? И сразу, например, много поколений, как бы, мы ничего не слышим об откровении, как оно является миром. У меня такое ощущение, что все же Всевышний от нас хочет, чтобы мы сами догонялись, но человечество не в состоянии, нам несколько раз показывают, что мы не в состоянии сами дойти до этой идеи, хотя вообще, говоря, это очень было бы желательно. В нашем мире сегодня нет откровения, но оно когда-то было. Но хотя бы основываясь на нем, можем ли мы сегодня найти Всевышнего в материальном мире, без откровения, без того, что Он нам сообщит, снаружи, что действительно в мире все не так просто, Он на самом деле создан для человека, чтобы человек дарил совершенство. откровение это не что-то что приходит в мир, потому что никак иначе нельзя, иначе он не выполнится, он и значим. У меня такое ощущение из многих вещей, которые я в разные времена учила, поэтому мне казалось, что то, что Монитуда пишет, что если бы человек был способен сам понять это, это можно прочистить так, вообще было бы не плохо, чтобы человек мог бы сам понять это, но мы уже много поколений видели, что он сам не понимает, нужно откровить. Понимаешь, что я хочу сказать? Ну, как персонаж компьютерной игры, у него нету шансов понять, что он персонаж компьютерной игры, если в эту игру не будет вставлена такая функция, что тот, кто в него играет, он выйдет с ним на связь и в ступень с ним в диалог. Так же и в нашей реальности, то есть Всевышний раскрылся один раз, и если все человечество это один человек, то в нем есть часть, которая об этом откровении помнит. Это еврейский народ, и она несет это знание. И в принципе каждый человек может, придя к еврейскому народу, узнав о Торе, об этом тоже узнать. Теперь уже это знание есть в человечестве, и поэтому каждый, кто это раскроет как-то, он раскроет это через вот ту память, которая есть в Израиле. Прекрасно, конечно, но это тоже называется задним числом, бодиават. Да? Понимаешь, что я хотела сказать? Наверное, теоретически, так же теоретически, как вначале мы говорили о том, что было запланировано так, а мы наоборот. А теоретически хорошо бы было, если бы осветило великих, или если бы деревья были плодовые, и так далее, и так далее. А практически вышло не так. То есть у меня такое ощущение, что теоретически вообще, говоря, человечеству могло бы, может быть, дойти до идеи Творца и целетворения без его вмешательства, без откровения, дойти до откровения, как бы, до откровения самому, до контакта с Богом. Но поскольку этого не происходило, и не получалось, то пришлось Богу создать еврейский народ, пришлось ему дать ему откровение, чтобы через него, потому что не с самого начала был создан еврейский народ, были даны другие возможности, которые не реализовались. Вот это то, что я хотела сказать. Я не уверена, у меня такое ощущение, что мы увидим дальше, дойдем из поколения в поколение, что есть какой-то потенциал, но не реализуется. Есть какой-то потенциал, но не реализуется. И на самом деле так происходит неоднократно в истории, к сожалению. и семейским народом. Мы же живем в той реальности, в которой земля не смогла произвести из себя живую душу. Если бы она смогла, тогда бы и человек, наверное, бы сам до этого пришел. Да, да, да. Совершенно верно. Да. Прекрасно. Ты продолжишь или мне продолжить? Да, могу продолжить. Первые главы книги «Берешит» поднимают основные вопросы. Например, кто такие творец и творение? В чем суть свободы выбора? С каких пор она существует в мире и кто был свободен в своем выборе? Может ли влияние среды изменить выбор человека? На каком этапе дней созидания произошло это изменение и почему? Тут так много глубоких вопросов. Он просто их перечисляет в данном случае. Он говорит, мы должны этим заниматься. Это очень важно вообще для понимания нашей цели в жизни и поэтому это вот то, те вопросы, которые нам встали. Не то, что пытается сразу на все вопросы ответить. Я думаю, что во многих случаях задавать вопросы важнее, чем сразу на все отвечать. Но человек должен об этом задуматься и понять, каким образом в самом начале творения есть возможности описать, каким образом Тора дает возможность искать ответ на эти вопросы. Тора начинается с разбора. Да, да. Да, нет, я просто что-то подумала. Слышно меня? Я извиняюсь за шум. Слышно, слышно, да. Я просто подумала по поводу откровения, но ведь даже тому поколению, которому было откровение, это не означало, что было все так ясно. С одной стороны, каждый человек все равно должен делать для себя это открытие, да, не знаю, от золотого цельца и так далее. Скоро они через все прошли. Во-первых, а во-вторых, что то, что земля не смогла произвести представьте, если человек например все знает как надо и все может, тогда не происходит никакого движения, то есть что-то движется только от того, что мы не знаем, да, или например что-то не может. Как бы, например, даже ты все знаешь, но когда тебя надо принимать решение, ты не знаешь правильно ли это или нет, и из-за этого это двигается. совершенно верно, конечно, мы же об этом и говорили, что с одной стороны это странно, что мир, что Бог не смог сделать мир таким, как он запланирован, именно у него и было только намерение сделать его несовершенным, чтобы в нем было движение, чтобы в нем было совершенствование. То есть по Раву Куху есть два аспекта важных очень. Одно это аспект совершенства в мире, а другой это аспект совершенствования. не я. Шлемут в эфтану, чтобы мир двигался и справлялся, и человек здесь занимает центральное место в исполнении этой задачи. А если сделать все сразу совершенным, то действительно двигаться будет некуда. И в общем для этого собственно и сделана эта тайна редукции Цземцума. Если бы весь мир пронизывал Божественный Свет всем было бы все ясно, нам бы здесь нечего было делать. Совершенно верно. Ну да, иногда просто это очень тяжело и больно. Да. Это правда. на первый вопрос Лена хотел бы ответить. То, что откровение принято или нет. Мне кажется, откровение оно как зерно. Вот его получил еврейский народ и все. В полной мере может быть все не усвоили. Как мы видим, что они постоянно ошибались и так далее. был один человек, который усвоил его в полной мере. Это Моше. И он прилагал усилия всю жизнь, чтобы передать его народу. И получается, что оно как некое семя. Оно разрастается, разрастается, разрастается. Но обязательно усвоено в какой-то минимальной мере. И потом оно частью народа усвоено, всем народом. Потом книг множество написано. Это опять же дает нам гарантию того, что как оно было усвоено одним человеком и передано всему народу, и весь этот народ ее сохранил, это значит, что оно также останется и распространится дальше на все человечество. Спасибо. Очень актуально, я бы сказала. Это оптимистично для сегодняшнего дня. Ну да, я правда не пойму с чем гарантия, потому что мне кажется, это все равно это движение. Невозможно это гарантировать. То, что как верно, это правильно, но если гарантия, никто не получаем гарантии. Нет, ну раз оно не погибло в таких условиях, как мы читаем, на всем Танахе, чего там только не происходило, какие там ужасы, и оно осталось, то и сейчас, если дерево это принялось, то оно считает. Давай продолжим, да? Тора? Тора начинается с разбора именно этих вопросов, потому что главная составляющая, которая отличает человека в этом мире, это свободный выбор. Или на языке Торы нравственная способность человека различать добро и зло и выбирать добро. Как это написано вдворим? Смотри, я предложил я тебе сегодня жизнь и добро и смерть и зло. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери же жизнь. Человек обладает способностью знать, что хорошо, а что плохо и выбирать добро. Однако что-то мешает естественному мышлению и не дает ему признать, что свобода выбора человека является основным составляющим его сущности. Свободный выбор ставит человека в уникальное положение в мире. Однако детерминистский мир не позволит ему выйти за рамки этого правила. Как ни рассуждая, если все предопределено и подчинено неизменным законам, то это же следует сказать и о человеке, который является неотъемлемой частью природы в целом. А если у человека есть свобода выбора, то и всей природы должен быть свободный выбор. Это логическое противоречие, этот порочный круг не имеет решения. Поэтому естественное мышление оказывается в трагическом безвыходном положении. Философ, утверждающий, что верит свободу выбора человека, не может говорить это как философ. Он может это утверждать как верующий человек. Иначе все философы должны были бы признать свободу выбора человека. И наоборот, истинное философское мышление отвергает идею свободы, которая несовместима с самой природой философского мышления. Однако в то же самое время в глубине собственного экзистенциального переживания думающий человек находит идею свободы в своей собственной душе, что вынуждает его верить этому переживанию, исходящему из совершенно другой части его личности. Таким образом, у естественного человека возникает разрыв между его мыслью и переживанием. То есть мы ощущаем, что у нас есть свобода. Но на уровне мысли, на интеллектуальном уровне мы можем подвергнуть анализу это ощущение, усомниться в нем и сказать, что все это иллюзия. И по большому счету дальше у нас остается свободный выбор. Либо верить этому ощущению, что есть свободный выбор, либо верить этим интеллектуальным умозаключениям, что свободного выбора нет. И получается, как здесь Раошкинази пишет, что если мы верим в свободу выбора, то это решение мы принимаем органом веры, что мы решили в это верить. Так получается? Да, получается, что так. Возможно, тут возникает такая разбойность, о которой ты прежде говорил, что иногда человек действует как философ, условно говоря, а иногда как религиозный человек. Каким образом вопрос стоит, каким образом религиозный человек, не философ, совмещает это две вещи. С одной стороны, он знает, что мир живет по законам природы, а с другой он верит, что всем управляет Бог. Как это может быть? На самом деле, очень кардинальный вопрос такой, на самом деле, в Балдейске есть такой принцип или в философии еврейской двойной причинности. Не все в него верят, некоторые говорят, что такого быть не может. Причина может быть, я лично знаю очень георгий человек, философ, который говорит, не может быть. Причина может быть только одна. У каждого следствия может быть только одна причина, не может быть бог причин. То есть, если это незаконная природа, это значит, что все находится под управлением. Это значит, что, как сказано в Медраше, около каждого травинки стоит ангел, который говорит ему расти, расти. Он его убьет и говорит расти, расти. Это образ такой, Медраше приводит. все под управлением вообще. Оказывается, что закон природы все иллюзия. Это один подход. С другой стороны, если он не верующий, то он говорит, что свобода выгодит. иллюзия. Но есть еще третий некоторый вариант, это не то, что Романиту, я не помню, говорит где-нибудь об этом, просто есть такое представление, что есть двойная причинность, что как это работает, тоже трудно себе представить с точки зрения нашей обычной логики. С одной стороны, вещь происходит, потому что так Всевышний задумал, а с другой стороны, она происходит по естественному закону природы. Ну так и есть, мы же с самого начала в Торе читаем как вот эту параллельность взглядов, да, вот нам сначала одна история о творении мира рассказывается, потом другая, ну и потом еще множество разных историй, которые там в два раза с разных сторон повторяются. Мне кажется, как раз если внимательно читать Тору, она об этом нам хочет сказать, что вот есть такой взгляд, есть такой взгляд, и они параллельно действуют. Ну смотри, я с тобой согласна, но надо понимать, что есть и другие точки зрения, очень серьезных и значительных философов, которые хотят, чтобы все было логично с точки зрения нашей земной, силы, если в нашем мире такого не бывает, чтобы были разные причины следствия. Или это божественное управление, то есть где-то сидит ангел, который по поручению Всевышнего все управляет, или действует обычный закон природы, потому что на него действует силопротивление. то, что действительно есть намек вторе, как ты говоришь, на вот эту двойную причинность, это я как бы вполне поддерживаю, но не все с этим согласятся, по-разному люди комментируют одни и те же вещи, и в частности комментарии к двум историям святворения, они очень-очень разные есть, и у разных философов они видят их по-разному, мне просто сейчас не хочется вдаваться в подробности, например, можно посмотреть, некоторые утверждают, что это почти одно и то же, подход Рава Бройера и подход Рава Соловейчика, но это не совсем одно и то же, там просто сейчас не хочется вдаваться, это мне наша тема, но там есть различия, ну, а сейчас лучше с моей точки зрения есть различия, тем не менее, вот есть такие опции, в любом случае мы видим две разных опции, как с ними вместе жить, как их совместить или не совмещать, это уже выбор каждого лично, давай я продолжу, что тебя не утомляет, философ или просто мыслищий человек, это мы читали? Нет, который опирается на свой природный разум, каким бы изощренным он ни был, не может выйти за пределы атеистического материалистического восприятия, то есть если это время говорит во всяком случае нашей реальности, мы пытаемся осознать, как мир функционирует, глядя на на все события, на все, так сказать, происходящее в мире, и это материалистическое восприятие отрицает идею свободы выбора, другого мы увидеть не можем, а если он не так будет, если он прислушивается к своему сердцу и своим внутренним переживаниям, в его жизни существует внутреннее противоречие, с одной стороны, когда я в синагоге, я верю, что все управляются всевышним, а когда я на работе, я верю, что все управляются законами природы. В его жизни, да, разочарование от невозможности разрешения, которое является для него невыносимым. Насчет невыносимого, я не знаю, но если Раф так говорит, может, действительно тяжело. Первая глава книги Берешит нацелена на то, чтобы рассказать о том, каким был мир до сотворения человека, и о том, как он изменился после сотворения человека. Человек не в состоянии до конца понять описание шестидней созидания, однако Тара не пренебрегает этими описаниями, хотя мы не можем до конца их понять, чтобы мы могли понять концепцию суббот. К этому мы перейдем дальше. Знай, как начался мир, тот мир, из которого проистекает твоя история как человека. Это был не тот мир, с которым мы знакомы настоящим в истории, да исторический мир это творение, или здоровый организм, обладающий свободой выбора, который превратился в природу и застыл после сотворения человека. То есть мы видели во всем, что мы изучали, что в этом мире действительно была свобода выбора. Но законы менялись в процессе творения каким-то образом, направленными. они не были таковыми, какими мы их сегодня видим. Только тогда мир создания стал миром, который как будто бы функционирует безлично, действующим в соответствии с законами, мешающими человеку, мыслящему только естественными категориями прийти к идее о том, что у мира есть творец. Вот такую Бог создал ситуацию, что Он оставил, прекратил свои действия в этом мире, действия по сотворению, оставил мир в том состоянии, в котором Он был после шести дней. И в этом состоянии мы не можем увидеть застывшем состоянии мира, застывшем состоянии законов, которые не меняются, которые последовательны. и детерминированы, мы как бы не можем обнаружить за ним творца. И вопрос, если так, то почему творец рискнул тем, чтобы все философы превратятся в атеистов ради субботы? Для него так важно было отстраниться и перестать действовать в мире, войти в субботу творца. Называется, о чем мы поговорим в следующий раз. Почему? Вы остановились здесь на вопросе. В следующий раз, наверное, будем разбирать ответ на этот вопрос. элены, 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 элены. Не, это не рука, я просто, что мы заканчиваем. А, ну, наверное, здесь мы закончим, потому что, ну, я бы хотела, что ты еще услышишь, у нас есть пять минут еще, пока у Андрея не начнется следующий урок. может быть, кто-нибудь что-нибудь хочет сказать. Потому что, на самом деле, это такой волнующий вопрос, я бы сказала, действительно. Зачем нас поставили в такую ситуацию, когда мы должны искать Бога в мире. Он скрылся, а мы его ищем. Что это за прятки такие? Ну, Лена уже частично говорила на эту тему, да, вот, нужно движение, нужно, чтобы они сами двигались куда-то. Все это хорошо. Посмотрим, что мы узнаем в следующий раз. Ладно? Да, мне кажется, что можно, что это все настолько сложно, настолько сложно, жизненная физическая игра создания мира, что, поэтому столько философов пытаются понять, как это было сделано, но это практически невозможно. Потому что это, это какой-то класс, то есть мы не дошли до таких высот науки и чувства, чтобы понять, как это было создано. Вопрос не в том, на самом деле, как это, конкретно было создано. Ведь, разве кто-то говорит, мы не можем это понять до конца. Вопрос, какие мы выводы из этого делаем, из того, что мы знаем. Вот мы знаем, что, как происходило творение, что у мира, как бы, была свобода выбора, что мир был в результате этой свободы выбора, создан несовершенным. он для развития, что значит совершенный, что значит несовершенный, совершенный, это значит, это значит, не таким, как Всевышний его запланировал. И в этот момент Всевышний присутствовал в этом. Он был в диалоге со своим творением, он еще находится в диалоге в каком-то, до того, как начинается суббота, он находится в диалоге с человеком. И вот потом начинается суббота и нет диалога, и есть законы, которые не дают нам увидеть за ними Всевышнего. Этот вопрос мы сейчас в следующий раз решаем. Почему так? Ну, хорошо, но я понимаю, нам нужно здесь действовать, нам нужно делать выбор между добром и злом, нам нужно исправлять с ними, но все-таки я рассчитываю на какую-то большую помощь от Бога. Он очень хочет, чтобы я была самостоятельной. Я вот сама все знаю. Что есть, что есть, за все спасибо. Нет, это мы как бы не обсуждаем, за все спасибо. Ладно, тогда на этой точке оптимистической мы закончим и встретимся в следующий раз. Спасибо вам, что были. Спасибо. 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 Нахам. Спасибо, Андрей. Спасибо, ребята. О, я забыла убрать это. До свидания. До свидания. Увидимся. До свидания.